Итак, многие спросят, при чем здесь лебедка и сервомашинка. Объясняю. В общем-то, на своих моделях я перепробовал много достаточно вариантов различных копийных красивых лебедок. Но заключается проблема основная в том, что они очень недолговечны. По сути, управление стандартной лебедкой, которая модельная, маленькая, красивая, осуществляется по сути регулятором. Этот регулятор 10-амперный, особенно на тяжелых моделях проблема заключается в том, что этот регулятор не выдерживает нагрузку. Вы застряли, модель сама по себе тяжелая, пытаетесь выехать откуда-то, там налип снег, грязь, модель ваша утяжеляется еще дополнительно, и этот регулятор просто сгорает. Также проблема заключается в том, что в копийных лебедках мотор-редуктор очень маленький, соответственно, все зубья в редукторе просто микроскопические. И, по крайней мере, на моих модельках, которые весят примерно 5-5,5 килограмм, зубья стачивает, съедает просто элементарно за раз. То есть ты поставил новую лебедку, пытаешься откуда-то выехать, залебедился, включаешь управление, и тут же у тебя там срезает шестерни зубьев. В итоге получается это совсем не бюджетно. Сегодня я предложу альтернативу, альтернатива, которая на самом деле многократно превосходит любую покупную красивую декоративную лебедку, это лебедка из сервомашинки. Многие покупают новую сервомашинку и, соответственно, делают лебедку уже из нее. Я же сегодня покажу вам, на мой взгляд, оптимальный вариант. Этот вариант может осуществить практически каждый из вас, кто готов потратить деньги на красивую копейную лебедку вообще без проблем. Эта сервомашинка стояла на рулевом управлении в моем Defender 110, но после прошлой покатушки что-то пошло не так. Но, тем не менее, сегодня я хочу сделать из нее уже все-таки именно средство эвакуации лебедку. Обычно любой выход из строя сервомашинки связан в первую очередь с тем, что у вас сгорает вот эта плата. Мне кажется, очень редко, что выходит из строя сам мотор, ну и еще более редко то, что у вас сломались, вышли из строя вот эти зубья. Что же нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно убрать вот этот стопорный пин. Сделать это очень просто. Мы берем любые кусачки и тянем пин на себя. Все, пин я достал. То, что я достал пин, это, по сути, я убрал ограничение угла поворота лебедки. Теперь она поворачивает не на 90, по-моему, градусов, а вращается в ту или иную сторону ровно столько, сколько вы хотите. Многие оставляют штатную плату, вот эту. Я это делать не рекомендую, потому что все-таки глюков не оберетесь. Эту плату я, в общем-то, просто вынимаю и отключаю. И, по сути, моя лебедка уже готова. Сделать это очень просто. Сделать это можно при помощи любого коллекторного регулятора. То есть, лебедка у вас, соответственно, должна быть тоже обычная коллекторная. И вам потребуется обычный коллекторный регулятор. Плюс такого регулятора заключается в том, что он программируемый. Здесь можно выбрать разные режимы его работы. Можно выбрать вперед через тормоз включения задней скорости. Просто вперед и торможение. И также можно просто режим выбрать вперед-назад. Он, в общем-то, мне и нужен для лебедки, как и вам. И, соответственно, при покупке регуляторов под цели и нужды использования как лебедки, выбирайте регуляторы, у которых есть возможность выбора просто вперед и назад. Ну и, соответственно, есть нейтраль, когда вы не жмете. Здесь я переключаю на LiPo, потому что мой тип аккумуляторов на всех моделях LiPo. И, в общем, это лучший мозг лебедки, который действительно может быть. Таким простым образом, менее чем за несколько минут, можно сделать действительно самую лучшую лебедку, которую можно поставить на свою радиоуправляемую модель. И, по сути, весь необходимый бюджет – это покупка, по сути, коллекторного регулятора. Итак, в общем, я убрал старую смазку из своей без пяти минут лебедки. Добавлю новой смазки. Это, в общем-то, не принципиально, не особо необходимо, потому что в сервомашинке нет, грубо говоря, никаких электронных компонентов, за исключением самого моторчика. Лебедка из сервомашинки готова. Это заняло не так много времени. Дальше потребуются вот такие колечки. Они идут, в общем-то, вместе с этими сервомашинками при покупке. Вам их нужно две штуки. Еще одно точно такое же колечко. И винт, который более длинный. И, соответственно, его нужно будет посадить на красный фиксатор резьбы. Итак, вот, в общем, я подключил все в таком достаточно быстреньком, простом варианте. Здесь, разумеется, оголенные, неизолированные провода. Не повторяйте такого. Будьте аккуратны, чтобы это все не коротнуло, чтобы не спалить ваш регулятор. И, соответственно, все, что вам потребуется, это аппаратура со свободным трехпозиционным каналом, который имеет режим включено-выключено-включено. Соответственно, вот лебедка вращается бесконечно долго в одну сторону. Также она бесконечно долго вращается во вторую сторону. Подобный тип лебедки прослужит вам действительно очень долго. Такая лебедка не будет искать ноль. Она не будет постоянно пытаться смотаться, размотаться. Рекомендую вам выбирать регуляторы хотя бы 25 А. Они, по крайней мере, гарантированно не сгорят, как горят регуляторы от копийных лебедок. Соответственно, я выбрал этот регулятор по простой причине. Он гермечен с завода. Не требуется никаких дополнительных действий. Но, в общем-то, вам подойдет любой абсолютно регулятор, который можно приобрести порядка от 5-8 долларов. По сути, это получается минимальная цена любой копийной вот этой лебедки, которая, конечно, да, она красива, она копийна. Но проблема заключается в том, что они моментально выходят из строя. И если у вас есть вышедшая из строя лебедка, имейте в виду, нет смысла покупать новую лебедку. Значительно проще сделать из старой сервой машинки лебедку, которая будет стоять у вас внутри рамы. Намотать сюда необходимое количество троса. И трос вывести через барабан декоративной лебедки, которая, допустим, у вас будет установлена на бампере. И таким образом будет ощущение того, что работает у вас вот эта декоративная лебедка. А на самом деле будет работать вот эта лебедка, которая действительно имеет очень хороший момент на валу. И, соответственно, она действительно сможет вытаскивать вашу модель из практически любых условий. По крайней мере, вот эта сервомашинка, если я не ошибаюсь, порядка 15 килограмм имеет усилия. Думаю, этого будет достаточно для того, чтобы достать мою модель из любой лужи. Если это видео было для вас полезно, ставьте пальцы вверх. Комментируйте, просматривайте. Всем удачи и пока!